Итак, уважаемые господа, это ютуб канал Жирный Голубь, и сегодня мы разберём негативную ценовую политику в Билане, да, по тарифам, короче, по мобильной связи именно, да. Я этим оператором пользуюсь очень давно, в общем-то, я его никогда не менял, никогда не думал его на что-то менять, да, но иногда в знак протеста я, короче, на 5 лет отключал интернет где-то, когда вот закончилась вот эта акция, что 7 рублей, короче, да, и безлимит, короче, дневной, да. 64 килобита, да, вот, когда она закончилась, в 2012 году, в конце, я отключился от интернета на 5 лет, вот, и был этим вполне доволен без интернета, ходил со смартфоном даже без интернета, короче, мобильного, да, и дома только по Wi-Fi интернет принимал, вот и всё, вот, а в дороге был без интернета, и мне было вполне хорошо, да, а потом даже смартфон где-то потерял, с кнопочным ходил телефоном, по-моему, до 2015-го, то ли 2016-го года, мне вообще пофигу было, да, и так нормально. Короче, давайте смотрим тарифы, тарифы мобильной связи интернет, вот. Вот, вот, короче, поменялось много чего, вот, я объясняю, в чём прикол, во-первых, в тарифе Anlin теперь, но это давайте вот так нажмём, вот так нажмём, вот, короче, всё моё 1 и всё моё 2 убрали, вот, второе негативное изменение, то есть были тарифы, где было 15 гигабайт в месяц, да, и был тариф, где было 5 гигабайт в месяц, да, и их убрали, короче, тарифы, короче, или подключай вот это всё моё 3 с 22 гигабайта в месяц за 30 рублей в сутки, это дофига, это 30 рублей в сутки, это дофига, да, вот, или вот эти, короче, подключай, да, из старых, а все прочие ушли в архив, короче, вот видите, какое странное, да, Линейка всё моё, наполовину в архиве ушла, да? Вот, казалось бы, подключи вот эти первые гиги, да? Первые шаги, первые гиги, короче. Вот, ну, это такая дрянь, да? Тут то же самое, что было там, только без смс, короче. В этот раз смс отменили, а плату ставили старой, да? То есть, это практически всё моё один. То есть, там было 5 гигабайт, 200 минут на всех операторов, да? А тут только 200 на билайн, 200 на всех других операторов, да? Вот. За ту же цену, да? Ещё было 200 смс, да, вот. Вот. И они ещё обманывают стоимость перехода не 0 рублей, а 200 рублей на вот этот тариф, представляете, да? Вот, какие жадные, да? А на вот эти переход бесплатен, вот, пожалуйста, 30 рублей в сутки, 50, 83 рубля в сутки. Бесплатный переход, хоть переходить, да? В любой момент, вот. А на дешёвый тариф, если захочешь вернуться, тебя 200 рублей. Видите, как круто, да? Да? Вот. Вот ещё есть совершенно неудобный, бесполезный тариф для просто, короче, приёма смсов, да? Называется B+. Вот. В честь какого-то древней акции какой-то, да? Вот. Короче, 5 рублей за 100 минут в сутки, да, короче, абонентская плата всё равно, видите? Вот, всё равно 5 рублей спишут и 100 минут дадут, вот. Так. Так, так, да. Короче, 5 рублей абонентская плата всё равно с тебя? Всё равно, да? Видите? Абонентской платы как бы нет, но она как бы есть. Видите, обманка-то где? Обманка, видите, обманка какая дикая, да? И, короче, интернет даётся пакетами, короче, 7 пакетов по 10 мегабайт за 7 рублей, короче. Так, 7, короче, 7, 7, плюс 7, плюс 7, плюс 7, короче. Ну, 70 рублей, допустим, да, где-то. Ну, 50 рублей, да? Это 10 пакетов по 7. И даже считать так не умею, блин. Короче, 7 из 7. В общем, вот так как-то. Не знаю, не получается у меня считать, жопа полнейшая. Ну, короче, если интернетом пользоваться, он, во-первых, даст всего 100 мегабайт. Короче, 10 пакетов можно взять, и по 7 рублей, и 10 раз спишется, сколько же это будет? Офигеть, 70 рублей, офигеть, вот я считаю, вот-то, а? Это тоже дрянь какая-то. И, короче, как 70 рублей будет списан, интернет вырубится. То есть, не будет 64 килобит, просто его вырубят, и всё. Вот, нафига такой тариф нужен? Во-первых, дорого, во-вторых, вот это вот, с 4 гигабайтами оно тоже самое, гораздо выгоднее. Тут будет 13 рублей в день, и при этом, ну, 13,5 будет, да? И при этом не будет это похищение денег, отключение интернетов, даже не будет. Даже если 4 гигабайта кончится, будет 64 килобита в секунду, короче, вот. Вот, тут вот грустненько, тут, конечно, можно всё сказать, да всё моё, давайте откроем во вкладке. И давайте откроем Unlim во вкладке, и перейдём на вкладки. Блин, вкладка только Unlim открывается. А всё моё, не хочешь открыться? Так, открылся. Вот, так, вот. Тариф Unlim, смотрите, в чём прикол-то изменился. Теперь безлимит, без безлимита, да? Смотрите, безлимитный интернет, видео предоставляется на максимальной скорости, токус, услуга, безлимитный интернет и HD видео. Вот. Вот, иначе интернет будет ограничиваться 15 гигабайтами в месяц, вот. Вот так вот. А HD видео, вот эта услуга, да, она стоит, короче, 3 рубля в день, то есть тариф не 600 рублей в месяц, а 700 получается. Видите, какой обман? Вот, Билань, вы переходите свои рамки, да, вот. Где, где, где там, это не цена это, блин. Цена-то где-то там. Вот, 20 рублей в сутки, короче, вот. 20 рублей в сутки, вот, цена, короче, да. Вот, 20 рублей, смотрите, да. И чтобы было безлимит, надо ещё 3 рубля заплатить. Вот, это вообще отстой, да. А вот эта фигня, короче, вот этот HD режим, он, короче, не работал нифига, поэтому они решили тариф так изменить. Вот, в чём прикол-то был. То есть, всё равно в современных кодеках, короче, на современных телефонах, да, HD видео смотрится при даже ограничении в 1 мегабит в секунду, короче, вот на доступ к Ютубу, да. Ограничивается скорость 1 мегабит в секунду, и при этом всё равно HD видео работает, представляете, да. Вот, такие вот дела. Вот это грустно очень, конечно, вообще, да. То есть, обман произошёл, тариф Unlimp, в котором безлимита нет. Представляете, потому что безлимит, он не за 20 рублей в день, как они пишут или рекламируют, да, свой тариф. Вот, а за 23, и это лохотрон полнейший, вот. Давайте к всё моё обратимся, всё-таки. Можно так переключить, я что-то протупил, да. 22 гигабайт, конечно же, хватит в месяц любому, вот. Так, это вообще не надо, по-моему, мне кажется, никому. Вот, поэтому все вот это отключат, скорее всего, вот эти вот все штуки. 30 рублей в сутки, давайте мы отключим это всё, давайте всё-таки мы. Представим, что мы купили этот тариф. И мы хотим, короче, всё на гигабайт поменять. Вот, пушить смс вообще нахер никому не нужны. Минуты тоже особо-то не нужны, 900 минут вообще хватит любому, да. Так, и мы получаем 7 гигабайт, ладно. Вот, вот, короче, вот так вот, короче, 30 гигабайт по гигабайту в день. Короче, это вполне достаточно, да. Вот. Кстати, они не дадут так, они скажут, ты меня или минуты, или смс. Потому что в программе, когда ты будешь менять на сайте, да, они тебе не дадут вот так сделать. Тебе не дадут вот так сделать, или вот так сделать только, вот. Вот, поэтому ей столько не дадут, так что всё равно минуты все должны. Ты должен все минуты поменять, да. Потому что за них будешь всего гигабайт на рост, да. А, за смс только 1 гиг, и это не считается, да. Ну, короче, вот так вот. Вот так вот все, наверное, сделают на этом тарифе, кто перейдёт. Но я не знаю, на самом деле. Я вообще отказался от интернета, да и всё. К херам этот Билайн, на самом деле, к херам этот интернет. Они меня расстраивают, они убирают специально дешёвые тарифы. Вот. Не знаю, связано это с законом Яровой, не связано. Вот. Ну, короче, тарифы дешёвые убраны. Вот. Остались одни дорогие, да. Мало того, в московском регионе не было популярного тарифа в соседних областях, который назывался «Всёшечка», который был ещё меньше. Там вообще давали 400 мегабайт или гигабайт, что-то такое, да. И, короче, 100 смсок, вот и всё, да. Вот. 100 смсок и, по-моему, 50 минут или 100 минут, что-то такое, да. Короче, вообще за 300 рублей, вот. То есть, видите, постепенно в России убирают дешёвые тарифы, да. Вот. Убирают всех, переводят или на дорогие, или на люто неудобные, вот. На люто неудобные переводят, и это очень неприятно, да. Я же зачарован, да. Возможно, совсем скоро тоже придётся отключаться от ихнего интернета. Вообще, то есть, отключаться от ихних тарифов, да. Потому что для меня доступен тут становится только вот этот, да. Потому что со временем они архивные тарифы, они их цену им добавляют, цена начинает расти, да. А бонусы отваливаются, вот. Мне, скорее всего, придётся на вот такой вот тариф перейти, да, вот. Потому что я вообще гигабайта в месяц не трачу, а дешевле нету, короче. 400 рублей в месяц, короче, тут 405 рублей, да. Смотрите, минуты 400, видите, минут. Из них 200 на, видите, смотрите, 200 на Abiline и 200 на других операторов. То есть, их 200 на самом деле, вот. Мобильного интернета, короче, 4 гигабайта, но можно находить. Я хожу как раз столько, чтобы шаги с гиги, короче, да. Да, короче, я хожу не каждый день, но 12 тысяч шагов я прохожу, да, соответственно, я могу. Я могу, соответственно, взять и вот этот вот тариф. И сколько же я могу получить-то, блин, короче, ну, 6,5 гигабайт, допустим, я нахожу. Я где-то, у меня 2 дня только в неделю, где я не хожу, а в неделю, неделями считаем. Давайте, по 500 мегабайт, короче, неделя, короче, 3 недели, как раз 1,5 гига где-то могу добавить, короче. И вот этим бесплатно. Вот, то есть, получается как раз 5500. Вот, ничего не меняется, только смс пропадает, короче, да. Вот, я думаю, я на него перейду, короче, да. Потому что нельзя, смотрите, да. Нельзя, короче, да. Короче, нельзя, да. Короче, если переходишь, переходил до этого только... Но оно не всегда, короче, да. Не всегда, короче, видите, да. 30 дней должно пройти, и тогда переход будет засчитан бесплатный, да. Я думаю, вот, как будет бесплатный переход открыть, вот, перейти на него, да и все. Потому что в архивном тарифе дополнительные поборы, там у них, короче, за услугу, за это уведомление по смс, да. Они ее постоянно отключают, возвращают ее, деньги списывают с меня, блин. Вот, я не люблю, когда сменять деньги списывать за то, что, за услугу, которая меня только раздражает, да, вот. То есть, еще 4 рубля они списывают дополнительно. То есть, получается, когда тариф стал архивным, на 5 рублей дороже становится он, да. Списывание прибавляется, в общем-то, вот. Вот так вот, ладно. Такой ролик все в кучу собрал. Надеюсь, вы все поняли, что тут происходит, что к чему, да. Вот, вот такой вот тариф, буду из него 1 гигабайт в месяц тратить, да и все, короче. Вот, больше мне пока не нужно, я вообще практически мобильный интернет на это не трачу. Ни для чего не пользуюсь, только он у меня для уведомлений, чтобы там, когда ты где-то ходишь, бегаешь, да, чтобы у тебя уведомления приходили, и чтобы карту подгрузить, если где-то что-то запутался, как в Филевском парке заблудился, куда идти, короче, там все одинаково, в этом Филевском парке. Там и черт, короче, заблудится, вот. Так что карта мне очень помогла, иначе бы я там спрашивал у каждого, куда мне, где там это самое, блин, Багратионовская, куда выходить к Багратионовской-то, блин, куда выходить, в какую сторону, я бы спрашивал постоянно там, и запутался все равно в итоге. Короче, там такой парк был вообще, все везде вокруг одинаковое вообще, каждый квадратный метр на другой похож, вот. Как в Даггерфоле, короче, вот, если вам что-то это говорит, вот. Вот, ладно, короче, думаю, вот так, да? Вот так, а если этот тариф уберут, короче, или переведут его в архивный с неудобными вот этими дополнительными ценами, наценками, я, короче, откажусь от Билайна, не от Билайна вообще, а от этих, блин, от тарифов с интернетом, и переведусь вот, где он, где он, где он, Би+, где тариф? Короче, переведусь на тариф Би+, где-то он там, вот, в задницу, или на посекундный, короче, вот. Переведусь на какую-то вот эту дрянь такую, да, вот, смотрите, на вот такую дрянь переведусь, короче, да, вот. Вот, и то, видите, там, 200 рублей, сразу не переведёшься, короче. Переведусь на такой тариф, не буду вообще ничего платить, и вообще, будет всегда у меня сеть вот эта, мобильная, отключена, да, и всё, вот. Будет только смс-ка приходить, да, и всё, и хрен с ним, да, вот. Вот, посекундный, вот, для экономных, для жлобов как раз для меня создан, да, но в нём, блин, нет интернета вообще вообще нифига, не дают ни копейки интернета, короче. А если дают, то это очень дорого, ну его нафиг, короче, пока, да. Короче, пока я согласен, ещё 400 рублей я согласен, но 600 уже протест у меня внутренний идёт, бурление. 500, 600, там, 700 уже вот протест идёт, недовольство, процесс забурлило, короче, да. Жаба зашевелилась, там, придавливает. Такие вот дела, тушите, господа, свет.